Всем привет, дорогие друзья, с вами Кседжик Аплей, и мы с вами продолжим играть в Sims 2. Наши симы кокетничают, потому что у нашего Дэвида пропало общение, и я пытаюсь, короче, о господи, камера, пугаешь. Я пытаюсь сейчас сделать ему, типа, пополнить общение, вот что я пытаюсь сделать, и посмотрите, какая у нас милая комната получилась. Я, наконец-таки, обустроил нашу детскую, я, конечно, не знаю, что у нас за ребенок родится, мальчик это будет или девочка, и поэтому я сделаю, знаете, такой стандартный, то есть в такой все деревянном стиле, и я думаю, что как раз для любого пола, для любого ребенка это подойдет. Давайте мы еще немножечко поболтаем с ними, потому что нужно развить им общение, хотя у нее общение хорошо поднято. Ну ничего, давайте возьмем и так другое, поцеловать, давайте поговорим, поболтаем. И потом нужно будет ей сходить в туалет, воспользуемся, и нужно будет принять ей еще ванну. Как у нас сад, посмотрите, зарос, это нужно срочно тоже все делать, но, блин, она у нас сейчас беременная, ей сейчас не до этого, поэтому я, наверное, садом займусь чуть попозже, и у нас Дэвид сделал еще один, еще один, получается, гидроробот, смотрите, вот, красный, еще один гидроробота, и переместим все ему сюда, потому что я сегодня хочу отправиться в магазин, и для этого нам нужно будет ему все это переместить в багаж. Господи, почему у нас листья тут, в доме, что за фигня, дворецкий нам приготовил покушать, и у него тоже, естественно, нужда уже упала, вы что, издеваетесь? Вы только проснулись, я уже воспользовался всем, с чем можно, а все уже упало. Сейчас у нас он там договорит с нашей Энджел, что вы там долго еще будете ля-лякать? А рыбок что-то тут заливает ей. О, отношения портятся. Вы что? Все, 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 хорэ, хорэ, хорэ. Идите, идите, идите уже. Иди в туалет, а ты иди кушай. Эта комната, конечно, не нужна для нашего дворецкого, но я читаю ваши комментарии, я знаю то, что многие пишут о том, чтобы я потом создал робота, когда наш Дэвид прокачается. Я знаю, что робота можно создать, это, по-моему, на золоте, когда мы получаем знак отличия от мастера, от этого механики, и мы сможем создать этого робота, который сможет также и бесплатно, за место дворецкого, все у нас убирать, все у нас делать, кормить нас. Поэтому, конечно же, я с удовольствием создам робота, только, опять же, как я говорил на миллионный раз, не нужно будет с ним отношения ароматически делать, а то потом зайдет все очень сильно далеко, и все будет хреново. Наших рыбок-то кормят, надеюсь? Ну, вроде плавают, вроде плавают, давайте наш Дэвид все у нас сейчас возьмет и покормит наших еще рыбок, на всякий случай. А то мало ли шо, мало ли шо, и нужно будет, чтобы оно нас тоже поело, у нас тут еще есть вот еда, и нужно будет, наверное, уже сейчас отправляться в магазин и продавать наши товары, которые мы с вами сделали, так как я хочу вам показать, как это все работает. У нас же бизнес все продвигается выше и выше. Опять же, я пропустил одну серию, в которой было показано, как мы продали просто кучу товара, и надеюсь, сегодня у нас все то же самое случится, и мы с вами продадим тоже очень много всякого товара. Вы че, вы че тут толпитесь? Че вы толпитесь, не толпитесь? А, я им нажал кушать. Ну ладно, она сама пошла, слава богу. Че я нажимаю на телефон? Нам нужно же через машину. Давайте возьмем и покинем участок. Возьмет, покормит рыбок и отправится в наш магазин. Нужно будет продавать то, что мы с вами наделали, без Энджел. Энджел у нас беременная, давайте мы ее с собой брать не будем, а то вы знаете, как у нас Энджел себя плохо чувствует, когда беременеет, потому что быстро у нее потребности падают, и поэтому лучше отправиться уже с ним. Нам нужен торжок, и сейчас мы найдем наш магазин. Вот, торговые ряды отправятся. Интересно, в торжке у нас будет какая погода? По-моему, там будет другая, потому что погода здесь разная в каждом городе, как в Sims 4 будет разная. Запускай свою шарманку и езжай в магазин. И там уже с вами вернемся. Тут у нас даже зима, смотрите, офигеть. Тут даже зима. О, мы можем пополнить запасы, давайте пополним запасы. Сейчас прокачаем ему почетного продавца, так как мы, когда пополняем запасы, мы прокачиваем почетного продавца. И тут нужно тоже пополнить запасы. А почему мы не можем? У нас же есть... О, боже мой, о, боже мой. Что же за бред? Давайте тогда возьмем. Давайте возьмем вот так, поставим. Потом поставим еще, наверное, вот... Ну, вот так. Куда? Сюда еще можно. О, для полива. И вот сюда вот так вот. Все, отлично. И теперь мы берем с вами... Вот это у нас все продается. Это у нас не продается. У нас тоже... Ага, нет, наличие. А мы можем это как-то убрать? Да, мы можем это убрать. Отлично. Все, и это поставим вот сюда наверх. Можем открывать наш магазинчик, наши торговые ряды. И будем заниматься продажей товаров. О, и сейчас мы тоже будем... Что? Почему анимация началась раньше? Ну ладно, не суть. Сейчас у нас будет самое тупое. Это когда мы будем печатать на кассе. Так как он у нас непочетный кассир, как наша Энджел. Ну, ничего страшного. Я думаю, быстро тоже мы сами эти вопросы решим. У нас второй уровень предприятия, как я вам и говорил. И очень много, смотрите, золотых вот таких вот клиентов. То есть, видите, по две даже есть. По одному. Ну, и я тут взял, активировал еще у всех на слуху. И вот этот приз открытия года. Но открытия года, по-моему, мы с вами уже открывали. Ну, точно, я не помню, что мы тут открывали. Но что-то я тут в той серии, в которой я не вышла, сделал. Угу. То есть, у нас баба уже выбирает, да, товар? Или еще нет? Нет, она у нас еще смотрит. Он что там, окна намывает? Он окна намывает. Или смотрит в окно. Ну, короче, не важно. Вы будете что-то... А, намывает! Офигеть! Получается, с этим дополнением была такая функция, что он может окна вытирать. Классно. Я не знал этого. Они будут выбирать товар или нет? А, вот сделка. Так, проконсультировать по товару. Проконсультировать по товару. И ее тоже предложим ей товар. Все, иди давай, работай. Потому что нам нужны новые клиенты. Звездочность у нее падает. Баба, ты что? О! Как я обожаю этот звук, когда у нас появляется звезда. Это так классно. Давай. О! Тоже хорошо все происходит. Давай. Ты должен с ней получить почетного продавца. Потому что мы, как вы знаете, в серии в одной с вами тоже консультировали. Нет, ведь комплимент мы не будем. Давайте возьмем. И сделка предложить товар. Просьбу о помощи даже. Вау. Он попросил у нас помощь. Нифига себе. Первый раз такое вижу. Выбирает гидроробота. Да ладно. Или... А, или робота-пылесосы. Гидроробот, по-моему, вот это у нас. Да, вот это гидроробот, а это робот-пылесос. Посмотрите, какие они дорогие. То есть 460 и 920. Это круто. Давайте предложим товар ей еще. Она что-то у нас тут купила. У нас все вот эти, смотрите, маленькие цветочки, которые здесь стояли на вот этой подложке, все купили. То есть, маленькие товары они любят покупать. Очень часто покупают их. О. Короче, мы получили с вами, смотрите, почетного продавца. Наконец-то. Аллилуйя. Знак отличия. Почетный продавец. Купила пылесос. Круто. Давайте возьмем. Предложить товар не будем. Давайте сделать... Так, предложить по низкой цене. Предложить товар. По низкой лучше не будем. Давайте попробуем так. И мы тоже предложим товар. Где у нас тут? Другое. Так, 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 так. Купить зелье можно? А кто такой? О, третий уровень магазина. Классно. Подождите. Нам нужно предложить ему товар. Вот, сделка. Предложить товар. Поздравляем на нынешний уровень вашего предприятия. Третий. Заработанные очки можно потратить на приобретение деловых навыков. Для этого щелкните на кнопку деловые навыки на панели бизнеса и выбирайте. Вот. О чем идет речь? Уважение партнеров. Ваш предпринимательский талант привлекает внимание многих потенциальных партнеров. Новые контакты ждут вас. Вау, вау, вау. Скидка постоянного клиента. Твое предприятие очень зарекомендовало себя и поставщики решили предоставлять тебе скидку на приобретение товаров. Вау. Давайте мы купим авторитет. Я хочу это все купить, а потом уже пойдем выше. Классно. Классно. Я люблю, когда у нас бизнес процветает. Можно еще ей порекомендовать. Все-таки она у нас выбирает товар. Лучше рекомендовать тогда, когда они выбирают уже другой товар. Потому что если мы будем нагнетать, когда они выбирают один и тот же товар, это не есть хорошо. Но они все соглашаются, это круто. Ему мы сейчас тоже предложим. Скупайте весь магазин, мне нужны деньги, у меня скоро ребенок родится. Мне нужно еще игрушки всякие покупать. Так, давай. Соглашайся. Красавчик, красавчик. Видите, у них шкала пополняется все больше и больше. О, давайте пробить чеки покупателей. Еще мне нравится то, что, смотрите, пакетики разноцветные, потому что здесь у него товара на маленькую сумму, а у нее на большую, потому что она купила, получается, пылесос. Мы сегодня заработаем с ними большую сумму денег, это классно. Я думаю, что поработаем часов, наверное, до пяти, а потом уже закроем магазин. Что ей требовалось доказать? Он сейчас будет клацать по этой кассе сто лет. Бамс. Давай, открывай. Пятьсот восемнадцать? Охренеть, пятьсот восемнадцать. Какая большая сумма. Мне просто интересно, какая будет сумма у них. Давайте быстро, быстро. Тысяча восемьсот. Тысяча восемьдесят пять. Охренеть, а у него какая сумма будет? Сто сорок. Охренеть. Давайте сделка, предложить товар. И сделка, предложим товар. Охренеть. Три тысячи шестьсот. А вы мне говорили то, что магазин, зачем ты ему уделяешь внимание большое? Да тут может бешеные деньги заработать. Не то, что в магазине Сим-4. Хотя, знаете, в Сим-4 можно тоже по мелочи продавать-продавать товар всякий и зарабатывать деньги. В основном, если мы продаем большой товар, то есть как вот всякие вот эти вот пылесосы, гидророботы, тогда мы получаем хорошие суммы. А если мы продаем, конечно, мелочевку всякую, то мы заработываем маленькие суммы. Наверное, все-таки в каком-нибудь летсплее оказаться в магазине, потому что мы давно не уделяли ему внимания, и нужно сходить в старый свой магазинчик, может быть, даже в временах года сходим в наш магазин райтов нашей семейки и посмотрим, как у нас он там продвигается. А то такая ностальгия давно там не был. Сколько нужно всего пополнять? Ну, я думаю, сейчас мы продадим все, что возможно. Здесь приложим товар. Сделка. Потом нужно сделать еще сделку. Вот такую. И сделку вот такую. Господи, охар... Ты что ты их ешь, эти чипсы? Давай, иди, предлагай товары. Потом ты ешь эти чипсы. Нужно бы потом их выкинуть. Ага, то есть... А, он еще не идет. Я думал, он успадет к кассе. Нет, еще не пошел. Это хорошо. Давай, предлагай. Ммм. Да, да. Красавчик, красавчик. Было бы прикольно получить у меня 5 звезд. Ну, я думаю, 5 звезд, то есть 5 уровней мы не получим. Максимум еще четверку мы получим. Но и то хорошо. Два уровня за серию, это классно. Это классно. Соглашайся. Вот смотрите сейчас, как у него шкала поднимется. Прям очень много... Во. Наполовину прям поднялась. Еще можно ему предложить, чтобы мы уже добили его шкалу. И он побыстрее купил этот товар. Наши, смотрите, как роботов раскупили. Представляете, если мы будем делать других роботов еще дороже и продавать их, они будут с удовольствием их покупать. У нас уже, смотрите, 6 часов. Говорил, до 5 будем. Наверное, уже обслужим всех вот этих, которые тут у нас находятся. Давай, пробивай чеки. И, наверное, закроем магазин. И потом пробьем еще раз чеки. И отправимся домой. Хотя. Закрыть. Я не хочу закрывать. Я хочу еще дождаться. Кондрат, ты что? Тебя Кондрат, что ли, стукнул? Я не понял. Иди, предлагай ему скидон там, не знаю. Предлагай ему сделку. Давай. Все. Отлично. Все. Поднялась звезда. Как у нас тут со звездочками? Ну, смотрите. У этого деда две звезды. По одному, по одному. Когда у нас будет тут получиться 5 вот таких вот звезд, то есть они у нас будут охотнее покупать, и мы будем им охотнее втюхивать товар. О-о-о-о. Сколько много тут, смотрите, желающие на товар. Посягают на наш товар. Предлагать будем. Давайте предлагать, предлагать. Все. Ну, вы будете покупать? О. Что-то купил. Фасольку? Да, фасоль купил. Можно еще ей проконсультировать по товару ее. И пробьем чеки. Пробьем чеки. Что ты там, унитаз сломал, что ли? Ну ты даешь вообще. Проходи, давай пробивай быстро, а то он сейчас еще разозлится. Все. Ладно. Давайте закрывать магазин будем. И пробиваем все чеки. Потому что и так уже мы в магазине с вами просидели до 10 часов. Ну, конечно, сейчас мы придем домой. Время откатится. Как же без этого? Пады, еще он уже устал. Главное, чтобы он на работу сегодня не шел. А он сегодня работает. Он пойдет еще на работу. Пипец, чувак. Ладно. Отправляемся с вами домой. Давайте. Ну, смотрите. Мы продали с вами очень много товара. Много вас продали с цветами. Продали очень много роботов. Мы с вами хорошо сегодня поработали. Нужно будет потом пакет убрать. Но это потом уже. В следующей серии. Да, нужно будет, короче, наверное, через серии 3-4 вернуться в магазин. Наша Энджел все хомячит. Потому что у нас здесь утро. Давайте немножечко вздремнет. Так как ему надо будет еще отправиться на работу. Узакон там на работу у нас отправится. В час. Ну, ладно. Хотя, знаете, я бы, наверное, в кровати бы поспал. Давайте у нас он поспит в кровати, в пижаме. Потом уже отправится на работу. А Энджел у нас доело. И давайте она у нас возьмет и будет ухаживать за садом. Нужно поговорить с этим растением. Поговорить с этим. И поговорить с этим. О! Классно то, что наш, этот, получается, дворецкий уже поухаживал за этим деревом. И убрал, то есть, подстриг его. Ну, сейчас она поговорит с этим еще. Со всеми этими растениями. 4 тысячи мы с вами заработали. За сегодняшнюю серию. Это очень много. По меркам Sims 2 это очень крутая сумма. Поэтому мы с вами молодцы. Я думаю, что в магазин мы отправимся где-то через пару серий. Как я говорил вам ранее. Так как нам нужно создать больше всяких цветов. Всяких роботов. Всяких игрушек. И потом только мы с вами отправимся. Потому что торговать нам реально нечем пока что. Какой у нее там получается медалька? За цветы у нее получается, да? Это бронзовая, да? У нее все бронзовое, кроме золотого у нас садовод почетный. Печально. Если мы будем с вами прокачивать цветы, там она сможет такие классные цветы делать. Ладно, давайте она у нас возьмет и сделает парчу букетов диких цветов. Хотя тюльпан у нас дороже, да? Да, тюльпан у нас дороже, поэтому давайте тюльпана будем создавать. Так, давайте быстро сделаем перемотку. Я хочу немножко с вами еще заняться цветами. Зачем сейчас вам необходимо отправиться на работу. А, так, у нас уже 12, да? Но он выспался, поэтому иди. Слава богу, мы с вами приехали. Успели поспать. И он уже не такой уставший отправиться на работу. Слава богу. А то я боялся уже, думаю, сейчас еще работа будет. Ладно, все, поговорила. Немножко отношения подняла. Ну, то есть не отношения, а рост у растения подняла. И уже хорошо. Видите, как у нее упало? То есть прошло даже... Даже не полдня, а пару часов прошло. А у нее уже упала бодрость. Естественная нужда. Давайте сделаем разноцветный. И в белом цвете. В белом исполнении. Давай. Энджел, молодец. Букет тюльпанов. Радость для покупателя. Ну, еще бы. Потому что... Это эксклюзив. Только мы можем это делать. О-о-о-о. Она уже... О-о-о. Увидали? Она получила... Она получила медаль. Да. Она получила медаль. Знак почетный флорист. Давайте посмотрим, что мы можем создать, сделать. О-о-о. У нас появились новые цветы. Так. Смешанный букет. Букет роз. О-о-о. Букет роз. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит. Я уже не помню. По-моему, он красивый должен быть. Так, давай, Энджел. Ну. Букет роз. В чем проблема? Создавай его. А, она не хочет. Ну, ладно. Потом тогда посмотрим. Ставьте лайки. И поскорее серия выйдет. И посмотрим на букет роз. Ну, за эту серию мы с вами много всего сделали. Мы молодцы. Давайте она нас отправится спать. Мы с вами заработали 4 тысячи симолеонов. И потратили пару денег, чтобы сделать нам тюльпанов. Сколько мы еще тюльпанов сделали с вами? Давайте посмотрим. 4 штуки. Неплохо, неплохо. Поэтому, если вам понравилась эта серия и ты ждешь продолжения, то ставь палец вверх. Не забудь подписаться на мой канал, вступай в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok